Во время снижения голова крутится на 180 градусов, влево-вправо, контролирует ситуацию, что вокруг происходит, вверх-вниз, особенно внимание обращаю на положение, соответственно, сзади, что происходит у вас. Десантирование на местность – учебный элемент второго дня комплексного совместного белорусско-российского учения. Для десантников прыжки с парашютом – одно из важнейших упражнений, которое в случае российских представителей подкрепляется опытом работы на незнакомой местности. Здесь непосредственно на линиях подготовки к совершению прыжку парашютист-десантник проходит проверку, тройной контроль – это командир взвода проверяет, техник по парашютным приборам, командир роты и офицер воздушно-десантной службы. Задача таких учений – отработка комплексного взаимодействия между военнослужащими двух государств. На это направлены все задания, запланированные на три дня активной фазы комплексного мероприятия – с 10 по 12 апреля. Мы живем в союзном государстве, мы должны уметь действовать сообща, понимать правильные команды и тактика действий должна быть одинаковой во всех подразделениях. Согласно легенде учений, задача военнослужащих – отработать введение контрдиверсионных действий, используя навыки боевой стрельбы и десантирования. Пока одни военнослужащие в воздухе, другие, выполнив упражнения, готовы приступить к следующим заданиям. Решение командиром батальона было организовано высадка совместных сил подразделения Республики Беларусь и подразделения Российской Федерации на площадку приземления высадка тактического воздушного десанта с целью деблокирования противника и обеспечения беспрепятственного прохода колонны для выхода в указанный район. Непосредственно на местности задача военнослужащих – обнаружить, блокировать и уничтожить незаконное вооруженное формирование. Как показывает практика, выполнение такого рода совместных заданий позволяет укрепить потенциал армии Беларуси и России.